Привет! А сейчас мы поговорим о богатстве. Всех волнует эта тема. Почему мы хотим быть богатыми? Всё очень просто. Мы хотим нормально жить. Мы хотим красиво жить. Мы хотим пользоваться благами этого мира. Нам всё это хочется, потому что это удобно, это приятно. Мы хотим получать удовольствие от жизни. Это первое, для чего нам нужно богатство. Второе, для чего нам нужно богатство. Представь, что у тебя уже всё есть. Ты купил всё, что только можно. Уже даже остров в океане ты купил. И что дальше? Что дальше? А дальше начинается самое интересное. Мы возвращаемся опять-таки к смыслу жизни человека. И таким образом понимаем, что смысл-то жизни человека не только лишь в удовольствиях, как это сейчас принято везде рекламировать. Кайфуй, 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 кайфуй. Да, конечно, кайфуй. Но не только мы кайфуем от самих кайфов. А кайфуем мы от того, что мы становимся людьми воистину большой буквы. То есть творцами своей реальности. То есть людьми, которые выполняют свою функцию, своё предназначение здоровой клетки, своё творчество. Вот за пределами наших удовольствий лежит смысл нашей жизни. Это творчество. И самое интересное, что богатство напрямую связано с выполнением твоей творческой функции. Твоё удовольствие напрямую связано с выполнением твоей творческой функции. Как только человек проявил свою волю, он узнал, для чего он здесь находится, какова его функция, каково его предназначение, и начал жить следуя этому пути, он тут же получает удовольствие, во-первых. А во-вторых, он достаточно быстро становится богатым. А почему он становится богатым? Да потому что он приобретает определенные навыки, компетенции, которые ему приносят удовольствие, и обменивается ими с другими людьми. Самый главный принцип богатства – это взаимодействие. Ты не можешь стать богатым, сидя один под яблонькой вот тут. Я могу стать богатым, взаимодействуя с этой яблонькой, богатой этими яблочками. Вот у меня их сколько здесь. Я даже могу полить яблоньку, дать ей тоже что-то своё. Она мне даст яблочки. В мире людей богатство появляется только от взаимодействия с другими людьми. Чем выше уровень и качество вашего взаимодействия с людьми, тем, соответственно, выше уровень качества вашей жизни. Поэтому правила взаимодействия и законы взаимодействия так важны. В следующем уроке мы как раз будем рассматривать основные законы взаимодействия, которые помогают нам таким образом взаимодействовать с другими людьми, чтобы обмениваться нашими ресурсами. Что такое богатство? Богатство само по себе слово очень ёмкое. Я для себя понимаю слово богатство, когда ты богат многими ресурсами. Ресурсы же у нас бывают разного вида. Это твои внутренние ресурсы, неотделимые от тебя, которые ты можешь сам наращивать. Это внешние ресурсы, то есть это ресурсы других людей, которые они накопили внутри себя. Когда у вас находятся точки соприкосновения, обмена этими ресурсами, то, соответственно, ты начинаешь ими обмениваться. Начинаешь обмениваться здесь обменялся, здесь обменялся. И чем шире эта сетка для обмена, тем, соответственно, ты становишься богаче. Вот и всё. То есть как стать богатым, ответ прост. Сначала найди своё предназначение, встань на этот путь и начни обмениваться с другими людьми своим творчеством. И это будет гарантированный вариант стать богатым. В следующих уроках мы будем подробно рассматривать, что такое ресурсы, какими ресурсами обладает человек, что такое отделимые ресурсы, что такое неотделимые ресурсы, и основные законы взаимодействия между людьми. Так что получайте удовольствие. Всего вам самого доброго. Спасибо за внимание. Субтитры подогнал «Симон»